Девушки отдыхают Победили на чемпионате пляжа, колхоза, еще чего-то Я думаю, что понятно, одно по итогу, что должно быть хорошо Нам даже себя видно Друзья, всем привет Нам даже себя видно Он, конечно, потом потухнет Алексей Киреев, доктор любит сегодня Не то, что он у меня в гостях Вообще, я больше у него в гостях, я в Москве Но, в общем, мы тут с вами, друзья мои И я попросил Алексея, он согласился сделать Ну, это мы сейчас за один раз, конечно, запишем все Но вам покажем отдельными отрезками Мысли, зарисовки и мнения Алексея в разный момент Вот, я тут сегодня в Инстаграм снимал И думал, как же сказать, с кем я буду делать ролик И придумал, и придумал такое описание Один из отцов-основателей российского бодибилдинга Очень громко, нет Нет? Он все время отказывается, но это бесполезно Я уже сказал Знаешь, я у себя натыкался на какие-то только торлы Вот, да, отца-основателя Там каких-то ОПС А Когда я ОПС основал, я учился в шестом классе средней школы Точно так же российскому бодибилдингу Потому что уже столько лет А все-таки еще Я, конечно, древний, как древний маму Но не настолько Хорошо, ладно Да, человек ответственного за его развитие В большой степени И сделавшего вот такой вот Очень-очень сильно большой вклад Я вот так буду ждал Да, да, да И на самом деле У меня был первый-другой вопрос Раз мы говорим про бодибилдинг Мы будем говорить про федерацию NPC NPC Которая хочет Которая хочет, планирует Не раскрыл карты Об этом можно говорить? Ну, об этом не то, что можно говорить Об этом вот так знают В общем-то, все предусторию знают Что после смерти вайда Большая федерация ФББЛ Спалась на две части Одна европейская ФББЛ В главе с Сан-Фухой Вторая американская NPC В главе с Жума Мениум Российская федерация Большая ФББЛ Ориентируется на Сан-Фуху Соответственно, мы решили ориентируемся на маниров То, чтобы называть нас альтернативой Я бы как-то поостерегся Но все-таки равнозначных позиций Как-то так А почему со старта было название Невзято аналогичное? Потому что NPC Это чисто американская федерация Она может называться так только в Америке Все ее какие-то аффилированность Ни организации Должны называться по-другому А, вот так вот А, потому что каждый... Комьюнити Это американская комьюнити Да, в нашем физику комьюнити Все основные Основную разницу Многие ребята знают Я показывал на канале В крайнем ролике скажу Даже если честно Витя предварительно обратился Сказал Вы каждый раз показываете Наши соревнования Но не говорите об особенностях Про еду Про подарки Которые вручаются В большом количестве Мы это все показали Но вот Что самым особенным И необычным Считаешь ты? Ну, во-первых Полная прозрачность Открытость федерации Всех ее Поступления Расходов Открытое судейство И нормальное Человеческое отношение Комплекту Ответь мне на вопрос Потому что я знаю Ты не будешь стесняться Когда я об этом говорю С ребятами из ВБР Они все глаза в пол опускают Почему ВБР Настолько боятся Показывать экономику? Ну, потому что Как я понимаю Сейчас денег Ну, как ты понимаешь Когда уходят Масштабные соревнования Вся Все назовешь Но логотипом и спонсор А призового фонда нет А ты более-не более Должно вызвать Какие-то вопросы Ну, может быть Спонсорские пакеты Небольшие Взносы Небольшие Они все-таки есть Они все-таки есть Мне всегда было интересно Я вот всегда тоже топил Ну, для меня Понятие любой федерации Там есть устав Я уверен в этом Есть первая строчка Есть задача у федерации То есть даже не бабла заработать А развивать спорт Большинство ребят Которых я знаю Судьи Сейчас я общаюсь Ребятами помоложе Там все работают В каких-то нормальных работах И все это делают На добровольных началах Насколько я это вижу Я там В эти В кланку не опускаюсь В БР А я стараюсь где-то там Со спортсменами тусоваться Где повеселее Где все Пахнет цветочками Но не вижу Ни у кого из них От этого Денег Прибыли Существенной Не, ну ты знаешь Скажем так Федерация NBC Тоже прибыли Не приносит Если я озвучу Минус у многих волос Думал встал Ну скажем Мы с Виктором Это уже согласовывали Что с этим можно На связи NBC С NBC Конечно Прям они как-то дают Подсказки Наставления Ну у нас Скажем так Мы Все наши правы Судисты Все Поведено Соответственно С NBC Сейчас мы просто Скажем так Пока Некие события Происходят Американские федерации Не могут дать добро На некие движения В России Потому что Они будут Оказаны у себя В стране Вот Мы соответственно Ждем Дубка Когда ситуация Сосюция Международный Контактов Само Батвоза Батвоза Обновлены А есть ли Мне интересно Какой-нибудь Представленный Консультант Личный Для NBC Нет Просто на прямой связи Максимальная Демократичная Организация Стоит Он выступал Да Он Завязывается Все Никакого Вот этого Гемороя Что ты должен Победить На чемпионате Пляжа Колхоза Еще Чего-то Там этого Не Максимальная Человечная Турниры Конкурируют Своим Качеством И Престижностью А не заставляют Туда приезжать Даже момент Поправь меня Я знаю Ты вот выиграл Фролкарту Ты обязан Ее прямо сейчас Подписывать Или Выступать Заново Выигрывать Правильно Нет Ты можешь Активировать Какой-то Следующий Турнир Можно Проходить Еще А Ты можешь В любителях Выступать Я помню Какое-то Время Просто Есть некий Взнос И запись Как ты Активируешь Так Ты будешь Платить Взнос Все Понятно Если у них Было такое Желание Чтобы ты Раз выиграл Уже Дальше Нешел Выиграл Пока Из наших Как Дальнейшем Развитие Научил Тоже На этом Собственно Подождите Давай Поздравим Мельникова Подожди На тебя Поздравляем Ты красавчик И Вова Тренер Ребята Мы болели Мы смотрели Из вопросов Красавчик Вот Надо Тебя Поздравить Я не знаю Что с визой Если Она есть То все Мы тебе Желаем Удачи На Олимпе А если Нет То Не знаю В общем Если что Пиши Будем Всеми силами Дружно Помогать Это Да 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 В результат Вот оно Первое Счастливое Исключение Да И У Миши Второе место У Тимошина Кто тоже получил Квалификацию Нет Он стал Вторым Получил Второе место Он получил баллы Я не знаю Есть там Квалификация С этого Турнира Я просто не помню Как сейчас считается Что ли по баллам Только победители Нет Есть балловая система Часть Частливыми Квалификациями Вот Блин Миш тоже Очень крутой Трудолюбивый В общем Я раньше Не то чтобы шутил Но я когда-то Предрекал И говорил Что наши ребята В ПРО Будут очень Успешно Уступать И много Россиян Будет стоять В ТОПе И так собственно И произошло Пока не произошло Но мы к этому Идем Уже начали Начали заходить Ну бывают Турниры Где наши ребята Едут по несколько человек И несколько Находился там В ТОП 5 Также было Вот Романия Маскл ПРО А когда с Ромой Крюльным мы ездили Миша стал По-моему Третьим Рома стал пятым То есть ТОП 5 Романия Маскл Фест Это по-моему Сильнейший турнир Старого света Считается И вот ТОП 5 Двое наших И там Ребята с Олимпии И кто уже занимали Места в десятке И оказались за ними Поэтому наши ребята Прям молодцы Скажи пожалуйста Есть ли спортсмены Которых ты видел На сцене НБС А может быть На турнирах В ФБР Которым ты можешь Если они будут трудиться С ним все будет хорошо Скажем Ориентироваться Что они могут пойти На квалификацию На Олимпию Всято может быть Таланты Войдет много Я просто сейчас Этот момент Перестал отслеживать По одной простой причине Федерации НБС Я Сдвигаю Стариновскую работу На работу Чисто функционировано Продвижение Федерации Соответственно Какие-то моменты Сейчас проходят На меня Потому что Объем Работы Достаточно большой Планов у нас Гермода И какие-то моменты Просто уже Чисто физически Получается Отслеживать Федерация ФБР Без вопрос Александр Бортынкин Ты считаешь Он конкурентен Был бы Если примет решение В 212 Вполне Было бы интересно Посмотреть Конечно Так Бортынкин Круто А вот наши Ребята Которые Рослые Герасимов И Данилов Сергей Есть ли перспектива Понятно Они еще могут быть Сыроватые Я не знаю Насколько они Выжили свой потенциал Смогут ли они Растинуть Понятное дело Что Ролинки Надо быть Сильно Больше Сильно Жёщие Больше А Соки Они должны Весить Сильно Больше Чем сейчас Кстати Когда Словак Перешел Коржанок Когда он Шагнул Многие Думали Как Успешно Он выступит Какие были У тебя Мысли По поводу Коржанок Во всяком Случа Я видел Его потенциал У меня Нравился Но Сейчас Достаточно Спешной Квалификации По-моему Уже Получил Маленький Квалификации Получают Не то Что Многие Но Профидивизион Профидивизион Федерации Сантохи Не имеет Любящих Спорсмены Оттуда Будут Перетекать В МПС Однозначно Элитпро Это что-то Это тупик Даже Хуже Возможно Мне кажется А Многие наши ребята Получили Элитпро Карты Возвращаются В любители Потому что В России В любителях Интереснее Выступать Я так понимаю И выгоднее Выступать Вообще Непонятно Зачем То есть Впереди Никакого Приза Олимпия В другом Месте Ни приза Ни известности Турниры Не освещаются По сути Один граждан И зарабатывал Вот его Одного И держали Весь Элитпро Я знаю Что В будущем Сезоне Точно Будет Один Турнир Больше Который Я слышал У Вани Водянова Инферно Кап А будет Ли еще Расширение Вдруг ты Решишь Повести Генетик Генетик Кап Или генетик Классик В своих руках Можем Разговаривать О на эту Тему У нас Стабильно Каждый год В каждом Сезоне Два Турнира Возможно Будет Патри Пока Вопрос Восстанет В воздухе Потому что Ситуация В стане Не совсем Понятна До конца Я думаю Что понятно Одно По итогу Что должно быть Хорошо Но возможно Не у всех Дай Бог Оголосе Что все Было хорошо Я же Такая Мудовая Мысль Что все Неужели Абсолютно Да И не у всех Я к тому И веду Есть ли У федерации Задача Идти на Дальние регионы Из московского И есть ли Обращение У Функционеров Или просто Людей Которые Заинтересованы Урал Дальний Восток Откуда Обращение Есть Но мы пока Не готовы Почему Регион Если будет Проводить Проводить Там Он должен Финансов Все это Сделать Сам Причем Не просто Пообещать Проговорить Обозначить Наличие Денег Чтобы Пощупать Пока Таких Людей В регионах Мы к сожалению Еще не увидели Обращение Есть Переговоры Ведутся Но Конкретики Пока Нет Я такое Слышал У NPC У них Организатор Должен Предварительно На счет Федерации Положить Деньги То Что он Готов Точно Обеспечить Призовой Фонд Ну Соответственно Какой-то Видимо Гарант Аренды У нас То Что Абсолютно Копия У NPC То Все Кошло Так же Поступают Деньги Проводим У NPC Есть То Что Для меня Является Потрясающим И Этого Нету В том Числе И у NPC Это Открытое Судейство Почему Ни одна Федерация Не Готова Была Перенять Этот Опыт А тем Более Никто Не ввел Первее Достаточно Ясная Понятная Система Как В фигурном Катании Все Показывают Таблички Баллы И никто Не скрывает Своё Лицо Я могу Строить Только Догадки Как появилось Открытое Судейство В NPC Слишком Могут Разговоров О каком-то Купленном Судействии Коррумпированном И чтобы Этого Не происходило У нас Мы Значально Поставились А так Что Все Абсолютно Прозрачено Когда Разговоры Наберут Все Купили Кто Купил Я не знаю Как 7 человек Можно купить Абсолютно Незнакомых Ни с кем И зачем Вопросы Покупать На самом деле Как купить Ты догадываешь Зачем За пластиковый Кубок Типа У нас Призовая Все-таки Нага У Абсолютно Некупо Озязаемая Но за 7 людей Презо Только дольше А еще Будет форма Плохая Тебя засмеют Бодибилдинг Такой весь Спорта Что если Ты Даже По случайности В плохой форме Станешь первым Кто-то Не туда Посмотрел Или цифру Перепутал В окошке Тебя засмеют Ты себе Сделаешь Медвежью Услугу Мне кажется Да Просто Всегда Абсолютно Всегда У нас В классе Бахнет Находят Везде Появляются Комментарии Что там Кто-то Кого-то Купил Открыто Судес Это как раз Говорит От того Что Нужно Посмотреть Кто-то Каким Ставил Сделал Свою Вот Ты сейчас Очень плотно Углублен В организацию Турниров Да Есть ли Ситуация Когда Спортсмены Функционеры Другие Судьи Конфликтные Ситуации На основании Того Что Каждый Знает Кто Кого Судил Претензии Друг Друг Нет Конфликтных Ситуаций У нас Пока Ни разу Не было Одной Простой Причине Что У нас Не могут Судить Тренеры И Наступающие Спортсмены Если Пожалуйста Ограничение Ни Один Тренер Не Может Судить Судействовать Соответственно Нет Конфликт А как Вы Нашли Этих Людей Которые Готовы Просто Поймите Сейчас От меня Информация Быть Судьей Турнира По Бодибилдингу Это Титанический Труд Это Очень Тяжело Я Принципиально Всегда Отказывался Отказываюсь У меня Есть Корочка Судейская И так Далее Я Сказал Чтобы Я Был Судьей Вам Придется Бюджет Турнира Отдать Мне Потому Что Есть Совершенно Некраскопическая Зарплата Но Ваттер За идею Все Люди Кто Судейство Обладают Прежней Жизнью Дедовами Другой Федерации Судейским Опытом Ну Пусть Желанием Отдаваться Это Любой Бодибилдингу Любой Бодибилдингу Свой Коллектив Я надеюсь Мы друг Друга Все Понимаем Понимаем Что Мы Делаем Какое То Общее В будущем Когда Все Станет Хорошо Если Будет Процесс Выдачи Прокарт Непосредственно В NBC Возможно Будет Сохранить При этом Открытое Судейство Или Вы Должны Будете По правилам МПЦ Судить Как-то Иначе Будем Разговаривать Скажем Так График Как Будет Получаться Александр Чемпионов Тогда У нас Открытое Судейство Услово Услово Посмотрим Как Будет Развиваться События Вызывает Просто Невероятное Уважение И Скорость Принятия Решений Которое Происходит Судейство Быстрое Тоже Важно Есть Регламентов Какой-то Конечно Мы Регламент Устараемся Следовать Как правило Было Это опоздание На полчаса На час Но не более того Я так Динамично Я говорю Про регламент Для судей Что Ребята Чтобы Минимум Максимум Полторы Минуты И вы Уже Поставили Бал Нет Ты Сам Ну Иногда Я смотрю И все Проставили И один Застрял Повес А так Тоже Бывает Никто Его Током Не бьет Решен Член Команды Какой-то 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 Чужой Какие-то Новые Категории Новые Идеи Планируются В идущем Сезоне Да Когда У нас Собственно Пока Была Новая Введенная Категория С Матой Бэр Тоже Решил У себя Ввести Хотя Открышил Совсем Изыск Альтернатива Посмотрим Пока Не знаю Если Международные Федерации Будут Вводить Какие-то Новые Номи 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 Безусловно Их Тоже Будет Вводить Ну В других Федерациях Есть Мужчины Модели Костюмов Пока Не Планировано Детский Бодибилдинг Тоже Не Планировано Артистик Фитнес Не Планировано Фитнес Не Планировано А Кстати А почему Фитнес А нет Фитнес Все-таки Олимпия Потому Что Если Мы Ведем Фитнес То Наше Солнование Затянуться Еще На Планировано Чисто Прикладной Аспект Пока Мы Не Готовы К Публика Тоже Не Готовы Сидеть По 10 Часов А В будущем Если На 2 Дня Выйдет Турнир Наша Основная Объективная Номинация Фитнес И в другой Фитнес Тихо Номинает По 2 Категории Стоит А в чем Проверим Думаю Что не стоит Это фитнес На самом деле Так Когда на него Смотришь А если Что-то Называть Спортом Прям Спортом Фитнес Это Самая Спортивная Номинация Известимого На самом деле Бодибюджем Эта номинация Немножко Чужело Да То есть Она Выбивается Человека Бокс Что называется Фитнесисты Вы Огромные Молодцы Это круто Спасибо Место Проведения Турнира Пока Сохраняется Нет Сейчас Мы смотрим Новое Помещение А в Блате Сейчас Посмотрим Как Дело Пойдет Вообще Мы хотим Уже Просто Публики Набиваются Столько Что Мы хотим С одной Сохранить Клубный Фалет Сюда Как Тусок Как С другой Сторон Публики Набиваются Столько Что Она Просто Физически Не Умещается То есть Вот Турни Любер Скажу Мы Явно Не Угадали С Форматом Оказалось Очень Тесно Сейчас Получно Будет Обкатано Новое Помещение На Новом Арбате А там Посмотрим Мне нравится Арбате Кстати Старо Спорт Полковка Есть Главная Беда В Москве Это Полковка Все Таки Новогодений Достаточно Много Турнир Новые Площадки Я могу Чуть Больше Сказать Возможно Попытаемся Невозможно Мы Ведем Работу Для Тому Чтобы Информация О ваших Турнирах Появилась На Федеральных Каналах Есть Определенные Подвижки Если Не Со Следующего То Через Сезон Можно Будет Серьез Об Этим Заявлять В Плане Рекламы Или В плане Показывать Будут Прямо Плане Показывать Ну Не Трансляция Конечно Столько Времени Ни Один Канал Не Выдали Выжим Но Снимать Будет Они Определенные Какие-то Заверстки Разговоры Будут Собственно Один Из моих Факциональных Моментов И Только Баш Решить Этот Фак Спортсмены Могут Многие Думают О Медийности О Заработке В Интернете Заработки Своим Лицом Своим Телом Телом В хорошем Смоции Слово Ребята Внимание Это Важно Никого Не Осуждаем Но Не Одобряем Можно Светиться На Большом ТВ Лишний Раз Тебя Увидят Плюс Рекламодателя Четко Понимаю Что Если Реклама Светится На Большом ТВ Она Более Эффективна Соответственно Дан Жестой Это Тоже Одно Развитая Развитая А вот Редак Я спрошу вопрос Я его неоднократно задавал в ФБР Они вот так вот головой делают А общение с какими-то крупными федеральными спонсорами Ведется Велось Или То есть я говорю про банки Авиакомпании Возможно Федеральных застройщиков Либо региональных застройщиков Значит Есть компании Для которых дать пятерку Вот как нашел Денис Кейютсон Единственный Ну ладно Не единственный Но прям Кто умеет Что-то делать хорошо ФБР Денис У него Ребята Энергетики Застройщики Дают прям хорошие деньги И он делает хорошее мероприятие Совершенно с тобой согласен Мы очень хотим двигаться в этом направлении Повторюсь На данный момент Общая ситуация встала Такова Что даже мощные какие-то Холдинги Они Ну это наверное гос А если не гос А коммерция В Москве все-таки прямо Много заряженных товарищей Первый человек Ребята Хотите поделать бодибилдинг Любите его Вот можно Каким-либо образом Возможно Я не знаю Как вы связаться с Алексеем Мне кажется невозможно С ним связаться Просто так Но наверняка Можно связаться с кем-то В NBC Кто может связаться с Алексеем И предложить Разместить рекламу Вашего бизнеса Среди людей Любящих фитнес Давайте так Я лично был Тут очень много людей Приходит на турнир Раз Очень много блогеров Снимает турнир Два Ну лично там На моем канале За 20 тысяч просмотров С мероприятий NBC Все кто там ходят Все блабандеры На сцене Они все видны Все попадают Количество людей Медийных И даже звезд Первой величины Российской Назовем это Эстрады Не эстрады Короче Вот этой всей Индустрии Они тоже Почищают мероприятия Вас могут увидеть То есть Тут зайцев И себя зарекламить И помочь Любимому спорту Потому что Если вы смотрите Вдруг ролик с нами То нет других вариантов Что вам нравится Бодибилдинг Я не знаю Кому еще Предложка Может вылететь На ютубе Этот ролик Адекватное вложение Прям Действительно Опять же Фитнес Фитнес Комьюнити Это люди Более обеспеченные Поверьте Если кто-то Может кушать Хорошую еду Покупать себе Абонемент В зал То этот человек Уже На социальной Лестнице Не самый Последний товарищ И вы можете Ему что-то предложить Из ваших товаров И услуг Вот Берите меня Маркетологом Дорого Но эффективно Вот Какой Самый большой Пакет И мощный Вообще Был Спонсорский Да Ну Пока Мы не на каналах Я сам был Насколько раз Генеральным Спонсором 500-700 тысяч Игран Вот После Раз Был Сам сделал Сам плачу Своя Пока Наша Ната Натурка В перспективе Мы надеемся На развитие То есть Я не гад Что там будет Какой-то Залбуток Денег На него Особо И не надеюсь Но Мы развиваем Мотоспорт Развитие будет Самоокупаемость Точка уже достигнута Посмотрим Что будет Больше То есть Можно Говорить Что В теории В следующем Сезоне Вы можете Пойти Все дружно В команды Организаторов В ресторан Сядить Да Нет Для постальных Полневых Не на одинок Там Залаботано Скажем Честно В ресторан Могут Сходить Это понятно Нет Я говорю Про Организацию Мы не должны Никак смешивать Кассы Есть Основной Бизнес Есть Организация Турниров По бодибилдингу У меня есть Основной Бизнес А Организация Турниров По бодибилдингу Это Мой стабильный Многолетний Минус Но Я с этим Соберюсь Хобби и любовь По факту Есть люди Которые Любят Путешествовать В горы Они оплачивают Вертолет Самолет Экипировку Сопровождающего Возможно У них даже Минуса посильнее Никто у них Не спрашивает Часто А зачем Потому что Любят горы Часто Если у нас Ходят По сфотам Никто Не вправе Открыть У человека Это Друзья мои Слушайте Это чудесно Надеюсь Вам было интересно Узнать Немного Внутренней Кухни Сейчас У нас отдельные Ролики В каждом Что мы пожелаем После слов Алексея Скажу Вот я вам Желаю Найти в жизни От чего Сходить с ума Что будет Приносить Пользу людям Удовольствие Вам